Мусоровозы на заказ. Автопарк регионального оператора по вывозу ТКО пополнен на 20 машин. Технику заказывали специально под условия Ивановской области. Закупили КАМАЗы для вывоза ТКО из многоквартирных домов. Также авто большой вместимости для вывоза крупногабаритных отходов. На небольших машинах будут ездить по частному сектору, чтобы не разбивать дороги. Пока эти машины заточены под бесконтейнерный сбор, но благодаря небольшой модификации смогут забирать в будущем и контейнеры. Каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС. Мы заходим в ГЛОНАСС, смотрим, данная машина была ли на точке, которая должна быть по маршруту. И действительно, самое главное, доехала ли наша машина до полигона и, как говорится, доставила свои отходы именно туда, куда положено, а не в ближайший лес или обраг. Техника не только новая, но и самая современная. По техническим характеристикам превосходит работающую на сборе ТКО. Закупили ее в лизинг, потратили 70 миллионов. У представленных автомобилей коэффициент уплотнения отходов, который забирает, доходит до четырех. При существующем коэффициенте уплотнения полтора, не более двух. То есть эта техника сможет более длинные маршруты отрабатывать, более оперативно и снизить затраты на сбор мусора. Сейчас в регионе курсирует 180 единиц спецтехники. Парк необходимо обновлять, но постепенно. Готовы специалисты-рекоператоры купить и те машины, которые на торги выставили в МУПС АЖХ, если они в хорошем состоянии. Показали зампреду, как работают специалисты горячей линии регионального оператора. Трудится пять человек. На каждого в день поступает примерно 100 звонков. Касаются они в основном вопросов оплаты по квитанциям, графика вывоза. Интересуются ивановцы и юридической стороной вопроса. Стандартные ответы есть. Например, если спрашивают основание оплаты, если в доме или в квартире никто не прописан, а только собственник, значит, это постановление правительства 354, где сказано, что если в квартире или в доме никто не прописан, то начисление производится по количеству собственников. Дозвониться по номерам рекоператора не так просто. Максим Громов проводит эксперимент. Пробует набрать заветный номер. Получается, правда, не с первого раза. Я как-то не радуюсь, Лена спросила. Вот мы до Елены дозвонились. Елена это вы. У нас эксперимент удался. Специалисты регионального оператора говорят о возможности закупки еще примерно 10 автомобилей для работы в муниципалитетах, которые войдут в территориальную схему по вывозу ТКО. Со следующего понедельника эта техника выйдет на линии, и ее можно будет увидеть на улицах областного центра. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.